Привет, дорогие слушатели русского подкаста! С вами Татьяна Климова, и вы слушаете русский подкаст номер 330, подкаст только на русском языке. Добро пожаловать! Этот подкаст возможен благодаря членам клуба «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Они не только получают видео и подкасты каждые пять дней, но и делают так, чтобы я могла также делать для вас бесплатные подкасты. Спасибо им, и приходите в наш клуб. Сегодня тема нашего подкаста – выражение лица. Выражение, выражение, здесь значит мимика, мимика лица. Когда у нас есть эмоции, мы можем видеть эмоции на лице. Сегодня мы посмотрим на лексику мимики лица разных выражений на лице. Сначала мы послушаем диалог между Оксаной и Стефанией медленно, потом посмотрим на новые слова, а затем послушаем диалог ещё раз быстрее. Поехали! Слушай, а ты знаешь вон того мужчину? Вон, сидит в углу. Он, кажется, мне подмигивает. Где? Где-то я его видела. Ой, он мне тоже подмигнул? Какой странный! Надо нахмуриться, чтобы он понял, что мне неприятны его гримасы. Нет, не работает. Теперь он подмигивает и морщит нос. Скорчи страшную рожу или покажи ему язык. Ну нет, это будет слишком. Выпучи глаза и надуй губы. Ой, я узнала его. Это же известный актёр Виктор Петров. Он, наверное, репетирует перед спектаклем. Мне стыдно, что я так кривлялась. Так-так, делаем вид, что ничего не случилось. Улыбаемся. Вот такой смешной диалог. А теперь давайте посмотрим на новые слова. Оксана и Стефания сидят в кафе, и в углу сидит мужчина. Угол. Угол – это место в комнате, где две стены встречаются. Когда я делаю домашнее задание по японскому языку в кафе, я иногда сажусь в угол, потому что это обычно далеко от других людей. Также у нас может быть угол стола. Это часть стола, где 90 градусов. Это угол. Также угол улицы. Когда две улицы вместе, это угол. Например, кафе находится на углу улицы Покровка и Покровского бульвара. Угол. Сидеть в углу. Оксана видит человека в углу, и ей кажется, она думает, что он ей подмигивает. Подмигивать. Подмигнуть. Подмигивать. Подмигнуть. Значит, делать мимику, жест одним глазом. Когда мы быстро закрываем и открываем один глаз. Обычно мы хотим что-то сказать человеку, какой-то месседж ему или ей послать. Часто это хорошая мимика. Мы хотим сказать, что мы вместе с этим человеком. Но обычно подмигивают детям. Я, например, не люблю, когда мне подмигивают. Если вы читаете транскрипцию подкаста, вы можете посмотреть фото и лучше понять, о какой мимике лица я говорю. Подмигивать. Подмигнуть. Оксана пробует нахмуриться. Хмуриться. Нахмуриться. Хмуриться. Нахмуриться. Значит, делать серьезное лицо. Хмурый. Хмурый значит серьезный, недобрый. Мы хмуримся, когда нам что-то непонятно или неприятно. Например, я пришла домой, хочу открыть дверь ключом, но дверь не открывается. Когда я увидела это, я нахмурилась. Когда дедушка увидел, что внуки съели все конфеты, он нахмурился. Хмуриться. Нахмуриться. Гримаса. Гримаса, вы знаете, это когда наше лицо делает некрасивые жесты. Мимику. Когда я была в Японии, я ходила на спектакль кабуки. Там играли только мужчины, и они были в масках. И на масках были гримасы. Дети, когда играют, иногда показывают друг другу гримасы. Делают страшные глаза, рот. Они гримасничают. Гримаса. Оксана нахмурилась, но это не работает. И теперь мужчина в углу не только подмигивает ей, он морщит нос. Морщить, наморщить нос. Это мимика. Когда мы немного поднимаем нос, мы делаем нос выше, и у нас на носу есть морщины. Морщина. Морщина – это когда наша кожа неровная, а когда есть вертикальные или горизонтальные линии на лице. Это морщины. Когда мы морщим нос, морщим нос, мы сами себе делаем морщины, линии. Мы можем наморщить нос, потому что нам больно. Или если плохо пахнет, мы морщим нос. Когда плачем или смеёмся, мы морщим нос. Морщить, наморщить нос. Эта техника тоже не помогает, поэтому Стефания предлагает Оксане скорчить страшную рожу. Скорчить страшную рожу. Рожа – это вульгарное слово, чтобы сказать лицо. Если я вижу лицо, которое мне очень не нравится, я могу сказать «ну и рожа». Но это очень некрасиво, вульгарно. Лучше не использовать это слово. Но рожа также значит гримаса. Лицо с активной мимикой. И корчить-скорчить рожу. Корчить-скорчить рожу значит сделать гримасу. Например, мы думаем, что в зоопарке обезьяны нам корчат рожи. Ребёнок может скорчить рожу. Если мы на футбольном матче или играем в театре, мы можем скорчить рожу. Обычно люди не корчат рожи на улице, но есть ситуации, когда мы это делаем. Корчить-скорчить рожу. Выпучи глаза, говорит Стефания. Выпучи глаза. Выпучивать. Выпучить глаза. Выпучивать-выпучить глаза значит очень-очень сильно открыть глаза. Когда мы очень удивлены. Например, маленькая девочка первый раз в жизни пришла в цирк. Она видит клоунов, акробатов. Она смотрит, выпучив глаза. То есть очень сильно открыла глаза. Мужчина в углу подмигивает Оксане. И Стефания говорит, что Оксана должна выпучить глаза, а также надуть губы. Надувать-надуть губы, надувать-надуть губы, значит, сделать наши губы больше, чем в реальности. Иногда мы делаем это специально, но часто не специально, неосознанно. Неосознанно, значит, автоматически. Мы не знаем, что мы так делаем, но мы делаем это неосознанно. Когда мы обижаемся, мы иногда надуваем губы. То есть губы больше, чем обычно. Когда дети не получают, что хотят, они надувают губы. Надувать-надуть это когда где-то больше воздуха. Например, можно надуть воздушный шарик. Воздушный шарик. Воздушный шарик это круглая вещь, которую мы покупаем для праздников. Воздушные шарики красные, синие, жёлтые, они маленькие, и их надо надуть, надувать, надуть. Потом Стефания и Оксана понимают, что этот мужчина – известный актёр театра. Он репетирует свою роль. Может быть, кафе находится недалеко от театра, и скоро у него пьеса, поэтому он тренируется. Когда Оксана это понимает, ей стыдно, что она так кривлялась. Кривляться. Кривляться значит делать неприятную мимику на лице. Когда наши жесты ненатуральные, неестественные. Когда люди могут видеть, что это не реальные эмоции, а как театр. Дети часто кривляются. Если ребёнок корчит рожи, выпучивает глаза, надувает губы, мы можем сказать «Всё, хватит кривляться!» Всё, хватит кривляться! Кривляться. Стефания говорит. Делаем вид, что ничего не случилось. Делаем вид, что ничего не случилось. Делать вид значит имитировать. Это неправда, но мы имитируем. Например, я хочу зайти в автосалон, посмотреть на очень дорогие машины. У меня нет денег купить себе Порш или Бентли, но я хочу посмотреть на них. Поэтому я делаю вид, что у меня есть деньги и что я ищу себе Бентли. Я делаю вид. Если мы сделали что-то неприятное, например, корчили рожу известному актёру, мы можем просто сделать вид, что ничего не случилось, ничего не было. Иногда сделать вид, что ничего не случилось – это лучший вариант. Делать, сделать вид. И, наконец, улыбаться, улыбнуться, вы знаете, это позитивная мимика, когда наш рот, он горизонтально длиннее, чем обычно. Это улыбаться, улыбнуться. Делаем вид, что ничего не случилось и улыбаемся. А теперь слушаем диалог ещё раз быстрее. Слушай, а ты знаешь вон того мужчину? Вон, сидит в углу. Он, кажется, мне подмигивает. Где? Где-то я его видела. Ой, он мне тоже подмигнул? Какой странный. Надо нахмуриться, чтобы он понял, что мне неприятны его гримасы. Нет, не работает. Теперь он подмигивает и морщит нос. Скорчи страшную рожу. Или покажи ему язык. Ну нет, это будет слишком. Выпучи глаза и надуй губы. Ой, я узнала его. Это же известный актёр Виктор Петров. Он, наверное, репетирует перед спектаклем. Мне стыдно, что я так кривлялась. Так, так, делаем вид, что ничего не случилось. Улыбаемся. Дорогие слушатели, спасибо, что слушаете мои подкасты. Надеюсь, что вам не нужно будет корчить рожи незнакомым людям в кафе. Не хмурьтесь, улыбайтесь. Смотрите также мои видео в Ютубе. Читайте публикации в Инстаграме и Фейсбуке. А также приходите в клуб «Русская дача», чтобы получить транскрипцию этого подкаста и упражнения. До скорого! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»